народ всем привет это второй долгожданный этап так смотрите привезли мне блоки привезли кирпич теперь мне надо из этого собрать коробку по поводу изменений дом будет не двухэтажный а теперь одноэтажный связи с дорожанием цен здесь будут колонны кирпичные внутри между колоннами будет закладываться блоком почему просто из блоков не выложить но как говорится тот кто платит тот и заказывает музыку подобие такой колонны внутри будут заливать раствором в основном такие колонны они возводятся на высотках ну когда там много этажей но опять же любой каприз почему-то этот поддон поленились поставить мне на фундамент поставили здесь ну и ладно технониколь я разложил следующая ступень смотрите я на сухой разложил кирпичики пока я положу по 7 рядов почему по 7 потому что я сбоку положил два блока потом я мог врезать арматуру кирпичи сразу надо наносить чтобы потом когда будет раствор не бегать за каждым кирпичиком а чтобы сразу взять взять и положить начал колонны выкладывать где-то приблизительно по сантиметров 50 по кругу конечно геометрии кирпичи никакой я стараюсь золотой середины искать два блока положил специально чтобы вам показать не доливая я где-то приблизительно два кирпича когда у меня здесь арматура будет я потом вот эти квадратики залью окно будет начинаться со второго ряда вот основные окна там где сауна душевая прихожая там будет повыше газобетоне самое главное положить первый ряд если вы положите ровно первый ряд идеально тогда все остальные вы будете типа как играться стих на не поле такие квадратики вырезан солнце заходит я сразу накрываю выходит раскрываю на чтобы сохло сейчас попробую сколько получится ложить не забываем про ниточку а а а а Продолжение следует... Вот камушек попался и все. Ладно, не буду вас томить. Разложил газобетон, пока на сухую, на два ряда. Конечно, придется сколько-то деньков повозиться с этим первым рядом. Смотрите, как здесь будет выход на террасу, а там будет входная дверь. Да, немножко с колоннами все-таки запаристо. Так бы недели две я этот первый этаж бы выложил. А так только две недели буду эти колонны выкладывать. Это пока здесь вот еще я достаю с земли, то еще более-менее комфортно. Как будет выше, то будет тяжелее. Это надо будет эти кирпичи поднимать на чем-то, на каких-то лесах ползать. Блоки-то все-таки проще. Вот как-то так. Решил вам все-таки показать, перед тем, как я буду вложить эти блоки, что все сначала раскладывается на сухую. Потом только, уже когда обдумали, как лучше сделать, только потом уже начинаем ложить. Высота будет 10 блоков, то есть 2,5 метра. Большое я сито сделал. Конечно, намного лучше стало работать с раствором. Так как, обратите внимание, сколько в песке камушек. Куплен на метраж. Вот такая вот сетка. Здесь 2 на метр. Сейчас даже вам покажу. Положил я вот по углам блоки. Сейчас можно будет приступать уже ряд выкладывать. С каждой стороны. Ниточка у меня уже здесь прикреплена. Замешиваем и раствор, и клей для газобетона. То есть, будет 2 ведра, чтобы не сложить на раствор, а торец приклеивать на клей. Вот так вот выходит. Пока, кроме середины. В середине 2 блока положил. Вот с этой стороны и с той. Пока они присохнут, чтобы можно было аккуратно выкладывать. Потому что мне надо гвозди забить в торец блока. Чтобы по верхней части блока уже ровнять все. А сейчас не хочу дотрагиваться. Они только на свежем растворе. Так, потом. Смотрите, что я делаю. Потом я беру доску. Ну, естественно, возьму самую длинную. Чтобы понимали, я взял короткую, чтобы вам показать. И вот надо сделать так, чтобы одна арматура прошла здесь. Чтобы ее можно было залить. Ну, а вторая вот рядышком. Вот так вот. И по кругу я врезаю. Две нитки. И последующая через три ряда. Начертил линии. По кругу. Как я вам говорил, положил шестиметровую доску. С двух сторон карандашом провел. И вот так вот на бок поставил рейку 20 на 40. Я беру торцовку. Или она же пакетка. Выставляю где-то сантиметров 2,5-3. И чтобы глубоко не врезаться туда. И беру болгарку. Круг там будет по керамике. Чтобы можно было в кирпиче вырезать. Пропилил я и болгаркой, и торцовкой. Здесь у меня пропилен болгаркой. Пилил по линии. И плюс середину. Чтобы она легче откалывалась. Сначала попробовал болгаркой здесь пилить. Но мне не понравилось. Я все-таки торцовкой здесь пилил. Также по краям и посередине. А на газобетоне только по краям. Там, где была метка. Давайте посмотрим. Так, по идее, можно пилить. Вот те края, где двери, я немножко не допиливал. Чтобы потом не торчала эта арматура. И когда я раствором буду заливать, чтобы не капало с тех дырочек. Вот, как вышло. Так, ну а теперь, чтобы полностью вокруг дома не обходить, посмотрите, что теперь делаем. Оп. 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 Конечно, одной рукой тяжело. Ну, вы поняли, да? Потом, смотрите, потом вот это так же немножко почищаем. И потом щеточкой это все надо будет вынести. Здесь хочу попробовать, получится это. Или надо будет молотком и зубилом долбить. Ну, нифига не получается. О, сломалось. Может, топориком попробовать. Ну, вот здесь вот сломалось. Вот оно. Что я хочу арматуру вот здесь вот так пропустить, загнуть и еще связать. И вот здесь вот так вот загнуть и связать. и это все зальется. Перед заливкой решил вам показать. Сейчас уже почти 8 часов. И так на улице темно, как будто сейчас уже часов 11. Здесь вот так я позагибал. Проволокой вязальной скрутил. Специально, чтобы вот здесь я буду все заливать, чтобы оно осталось в бетоне. Может, сейчас посмотрим. Может, я сейчас еще где-то по сантиметров 50 еще такие углы нагну, тоже повтыкая. Вот. Давайте вот туда пройдемся немного. Смотрите, стык. Я тоже на вязальную проволоку связал. И он у меня не совпадается. То есть, вот этой нитке стык там. Я не знаю, как дальше совпадется именно на третьем. Нет, это получается пятый ряд. Через каждый третий ряд врезается. Это значит, когда я пять рядов положу, надо будет врезать. И как совпадется, не будет ли выше или ниже колонна. Что мне потом тогда делать? Я думаю, вы понимаете, о чем я. Так. Теперь я сейчас водой все это смочу, всю эту пыль. Ну и заливаю. Смотрите, как получилось. Залил я раствором. И столбики. Все у меня подготовлено. Теперь можно опять выкладывать колонны дальше. И когда будут колонны, закладывать блоками. Теперь, наверное, покажу, когда хотя бы подниму половину будущего дома. А, еще три ряда. Половина у меня готова. Выложил в высоту пять рядов. Всего будет десять. Здесь вторая стена. Это северная сторона. Окошки будут маленькие. Сверху. Здесь третья стенка. Это будут окна. Выходить из спальной комнаты. Четвертая стена. Выход на террасу будущую. Окна из спальной. И вот слева это окно из кухни. Здесь пятая стенка. Тонисущая. Я заложил. Можно будет продолжать дальше. Теперь мне надо будет врезать арматуру. Залить. Потом я начинаю выкладывать колонны. Перемычки будут из уголка 75-го. Как я мерю длину. Расстояние проема. Накидываю с каждой стороны по 30 сантиметров. Умножаю на два, так как их будет две штуки. Потом добавляю все вот эти уголки. И делю на шесть. Таким образом я узнаю, сколько мне понадобится уголка 75-го. Шестиметровый. Если там, допустим, в магазине продается шестиметровый, то там трехметровый. Ну, какой есть. В Петрович, по-моему, шестиметровый продается. Так. Материал весь, который здесь сейчас находится, он бэушный. То есть, какие-то были остатки. Там кирпич, я не знаю, с Выборга, наверное, привезен. Он три или четыре года лежал после строительства дома. Газобетон. Это тоже после строительства дома. По идее, должны с него строить. Были с этого газобетона. Там баню. Потом должен был быть гараж. Но вот в итоге он здесь оказался. Завтра должны привезти еще шесть поддонов газобетона. Привезли мне уголки 75-е. Здесь их 9 штук. Вот буквально пять минут назад машина уехала из Петровича. Вот эти уголки стоят 34 тысячи рублей. Просто офигеть. Вот за что? Как я нарезаю металл? У меня есть вот такой вот список. И вот здесь размеры. Я беру самый длинный еще размер. Вот, к примеру, обратите внимание, 2,80. То есть мне надо отрезать 2,80 две штуки. И буду так спускаться. Сначала там 2,80. Потом что там? 2,40. 2,10. И ниже. Почему так? Чтобы я не нарезал короткий. И потом мне на длинный не хватило. Металл я напилил. Получается на все проемы, окошек и дверей будущего дома. Там вот остался золотой отход. Ну, без него никак. Так, теперь по поводу колонн. Сегодня с утра себе поднял кирпичик. Там у меня оставалось 2,5 палета. И с него я смог немного набрать целых. Ну, скажем, грубо половину. И остальную половину, половинки. Это, представляете, сколько много было половинок. Вот я туда вынес, чтобы оно внутри в доме не было. Там только не мешалось. Закончился у меня материал. Пока хожу в носу ковыряю, решил записать отрывок видео вам показать. Вчера он кирпичики выложил. Это приблизительная высота, где я буду укладывать уже уголки. По кругу сделал. Вот эта входная дверь здесь будет стоять. Давайте обойдем. Я уже ложил из тех блоков, на которых я пилил куски вот этого дома. Будущего. Пытался все колотое вырезать, чтобы сохранить лицевую часть. Но по фасаду даже и не скажешь, что блоки какие-то были геморрные. Хотя я с ними намучился очень сильно. Так как плотность этих блоков D400, ее берешь в руки, он уже кусочек откалывается. Вот там будет... Я положил вот эти куски блоков, кирпичи. Это высота. Будет маленькое окошко. Метр на пятьдесят. Здесь вот уже эти большие окна. Тут у меня вот закончилось. Буквально два ряда не хватило доложить. Так. И вот здесь это выход будет на террасу, дверь. Тоже пока непонятно, железная или пластиковая будет стоять. Сегодня должен заказчик приехать. померяем размеры окон и вот этих двух дверей. Чтобы он заказал. Так-то у меня, если честно, уже размеры все приготовлены. Надо только узнать, в какую сторону будет открываться. С какой стороны будет ручка. Вчера все замерил, посчитал. Смотрите, какая огромная-огромная комната. Потом она будет делиться на перегородки. Заказчик хочет сначала теплый пол постелить, а потом уже делать перегородки. хозяин-барин. Вот. Смотрите, последний блок воткнул. Не, наверное, плохо видно, давайте вот с этой стороны. Будет лучше видно. вот. Ну, я буду подштукатуривать, чтобы мне было просто нечем доложить. Вот видите, есть вот один блок, но у него внизу все отколото. То есть, мне получается, надо высоту ловить. Вот так вот. я вот эту сторону под ниточку выровнял. Хотя, по идее, она с двух сторон будет штукатуриться, но уже фасад дома так выкладывал, так и с той стороны. А здесь уже на что получалось. И вот здесь вот из кусочков тоже отвратительно немножко получилось. Вот. Ну, потом перфаком оно все собьется в случае, если где будет мешаться. А вот где колонны из полного кирпича, то мне очень нравится, как получилось. Допустим, вот видно вот эта колонна. Где-то уже не видно колонн. Вон. Они внутри. Буду ждать материал. Потом вам покажу, как я уже доложу полностью до верха, до заливки рампояса. Время восьмой час. Только что помогал в выгрузке кирпича. Походу с газобетоном заказчика кинули. Видимо, он психанул и оплатил кирпич, что даже прямо с Питера привезли с Леруа Мерлен. такой вот кирпичик. Так, цена его смотрите, 14 рублей. По идее, он не особо дорогой. Здесь сколько палет? 2, 3, 4, 5, 6, 7 палет. Давайте посмотрим. Он такой прям как... Я бы не сказал, что он черновой, я бы сказал, что он лицевой. у него три стороны лицевые и вот одна такая черновая. Интересно будет выглядеть. Ну что ж, буду докладывать с того, чего есть. Коробку я почти закончил. Вчера доложил вот эту четвертую стенку и вчера же разобрал леса. Получается очень хорошо, мне нравится. но все равно, если бы я построил бы из газобетона, я бы уже давно делал бы крышу. Я еще вот доделаю коробку. Мне осталось сделать пятую стенку внутри. Вот там это ерунда, я за сегодня это заложу, там из тяжелого леса надо поставить и кирпич наносить. Тот кирпич, который останется, он пойдет на перегородки внутри. Эта коробка выжила с меня все соки. Связано это именно вот с кирпича бетонным или бетонно-кирпичными стенами, называйте как хотите. я этот дом буду вспоминать очень долго. Если обратить внимание, так как с левой стороны, вот как видите, на два ряда не хватило доложить газобетона, и вот эта кирпичная кладка, она не совпадается полностью с коробкой, то есть мне надо будет еще немного подлить. Сейчас давайте поближе подойдем. Выжил, выжил с меня все соки. это хорошо, что я не строил еще в два этажа. Ну, с одной стороны, заказчиком, когда мы договаривались, он должен быть из газобетона, чисто. А это в ходе процесса, из-за того, что нету материала, я вот заказчика пожалел, и как всегда, иду на уступки. Могу один плюс из этого извлечь, это вот, которое я записываю видео, пополнится мое портфолио, вот такой вот определенной, довольно-таки сложной, не побоюсь этого слова сказать, работой. Да, по поводу окошек. Вот здесь обратите внимание, видите, здесь выше, там ориентировочно 60 сантиметров, это высота. Блин, арматуру забыл отрезать, но сегодня отрежу. Вот в проем, смотрите, видите, высота где-то ориентировочно 60 сантиметров, я не помню, где-то ориентировочно 60 сантиметров. Так, вот здесь окошки по 50. Ну, хорошо, что вовремя заказчик сказал, что фирма Labrador делает минимальную высоту 50. Это вот касается вот этих трех окошек. То есть, мне надо будет в газобетоне где-то по сантиметров 15 вниз вырезать. Я сначала хотел уголок выше поставить, но сейчас все окна по кругу, они на одной высоте. И я почему-то посчитал, что, наверное, правильно сделать лучше вниз вырезать, чем будут окна выше. Оно будет по-блюдски смотреться. Извините, что я ругаюсь. Это во-первых. А во-вторых, вот эти свесы с крыши, могут закрывать окошки. И потом могут быть намного больше проблемы. Вот так вот. Очень тяжело это дается. Это кирпичная кладка мне. Даже несмотря, что черновая. Но там зато Сергей Викторович из одноэтажной России говорит, что, блядь, может ложить это любой вылупившийся человек. Эту кирпичную кладку. А то, что эту кирпичную кладку надо по плоскости выгнать, чтобы она была ровна по стенам. Это Сергей Викторович не говорит с канала Одноэтажная Россия. Так, вот здесь у меня разобраны леса. вот там я все убрал. Окна просто здоровенные. Вот. Вчера дождь лил. Такой мелкий, моросящий. И ветер такой холодный. Такое ощущение, как будто снег пойдет. Так, теперь закладываю вот эту стенку. Для меня это день, а для вас это буквально пару секунд. Пятую стенку я тоже доложил. Давайте вам сейчас покажу. за один день я не успел. Понадобилось два дня. Смотрите. Высота вот этих проемов дверей где-то 2,10 2,12 все для того делал, что в случае если будет теплый пол можно было куда поднимать. Теперь можно мне настраиваться на заливку армпояса сверху. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.